Привет всем любителям Seedmares Civilization 6, вы слышите Алексея Халецкого и у себя в сообществе я попросил вас задавать вопросы о том, что вам непонятно в шестой циве. Пускай это будут даже глупые вопросы, как вам кажется, простые. Я хочу сделать вот такое видео для новичков, которым непонятны, возможно, базовые элементы, которые очевидны уже опытным игрокам. Ответы я разбил на категории, все равно видео получилось длинным и некоторые вопросы, которые затрагивают очень обширную базу знаний, я буду либо игнорировать, либо отправлять к моим прошлым видео, либо говорить, что я в ответ на этот вопрос вынужден сделать отдельное видео. Давайте потихонечку начнем. Начну с интерфейса игры. Как включить значки ресурсов на карте? Вот тут залазите, вот в эти иконки полазите, по ним, кстати, это делает большую карту, это включает всякие линзы. И вот настройки карты. Вот здесь куча всяких иконочек, которые включаются и выключаются. Вот это показатели скрыть сетку на карте, а вот это, собственно, значки ресурсов. А, не знаю, это значки ресурсов, вот значки дохода. Значки дохода, вот об этом меня чаще всего спрашивают. Вот так оно включается. Так что сверху слева от мини-карты, вот в этих маленьких иконках, включаются значки ресурсов. Как включить статистику цивилизации? Вот тут сверху, это недавно только появилось в новом патче. В настройках интерфейс показывать производительность в ленте интерфейса. Тут три варианта. Либо всегда скрывать, либо показывать при наведении курсора, либо всегда показывать. Вот здесь оно и включает. Еще один вопрос, который здесь в настройках меняется. Меня спрашивали, как отключить анимацию боя и анимацию передвижения юнитов. Игра, вот тут, быстрый бой, ускорение. Видите, включено быстрый бой, это чтобы не было анимации боя. И включено ускорение, для того, чтобы юниты перемещались как можно быстрее. Здесь же я рекомендую отключить автоматическое завершение хода, чтобы вы по кнопке заканчивали ход, а не когда у вас все юниты походят. Также крайне рекомендую включить автосохранение каждый ход и поставить автосохранение каждые 10 ходов. Был вопрос, как в игре с ботами пропускать ход. На самом деле это еще так же, как и в сетевой игре. Shift-Enter. Вы одновременно зажимаете Shift. Вот видите, у меня тут куча всего, много всяких событий. Но если я зажму Shift-Enter, ход закончился. Как видите, начинается сейчас следующий ход. Следующий вопрос. Мне даже пришлось загрузить более ранний сейв. Спрашивали, как я ставлю очередь исследований, ну и социальных политик. Вот, например, здесь, видите, выставлено. Просто зажимая Shift. Давайте я выберу любую технологию. Например, мне надо следующую. Зажимаем Shift. Вот я хочу после пластмассы исследовать дальнюю связь. Потом, например, система наведения, а потом технология скрытности. Вот так оно расставляется. Это все делается, зажимая Shift. То же самое и с социальными политиками, конечно же. Зажимаете Shift. Коммунизм, потом ядерная программа, потом тоталитаризм, потом все. Остальные сети. Вот меня спрашивают, где список юнитов. Я не нашел никакого списка юнитов, ни статистики, как их играть, как выбирать. Просто, это, конечно, вот это одно из самых дебильных, по-моему, в шестой цивилизации. Это очень неочевидная хрень. Но, когда находишь, все становится понятно. Вы нажимаете на название любого юнита. Вот так, внезапно. Хопа! И тут весь список юнитов появляется. И можете выбирать, собственно, и к ним будет переносить. Там, например, броненосец, вы хотите. Хоп! Перекинуло. То есть, название, просто на название юнита нажимаете. Таким образом, вы открываете список юнитов и можете выбирать любой из них. Их тут, собственно, помечено. Вот эти у нас стоят в, как он называется, в боевой готовности. Вот эти у нас во сне стоят. Вот эти походили, которые таким серым цветом, а более ярким белым, это те, которые еще могут походить. Вот таким образом это работает. Следующий раздел касается юнитов. По какой-то странной причине спросили, совсем уж простой вопрос. Как построить поселенца или как сделать поселенца? Ну, во-первых, вы заходите в город, и вот здесь, собственно, в строительстве либо построите поселенца, либо его можно купить за деньги, либо еще можно будет купить за религию. Но это при взятии определенных стремлений во время золотого или героического века. Имейте только в виду, что поселенца можно строить только, когда ваш город достиг двух жителей и больше. То есть на одном жителе строить нельзя, просто потому что, когда он строится, то у города отнимается определенное количество жителей. Еще был следующий вопрос, как поставить город. Собственно, введете поселенца в то место, где ставится город. Давайте я его сейчас куплю здесь. Просто, видите, у меня уменьшилось с 20 жителей до 19. Игра вам услужливо подсказывает, где можно поставить город. Видите, только такие зеленые клетки. Зеленые либо серые. На красных точно нельзя. И город нельзя ставить ближе, чем три клетки от любого другого города. В общем-то, ведете туда, и у поселенца появляется иконка «Поставить город» и размещаете его. Как засунуть ядерку в самолеты и лодки? Ну, имеется в виду подводные. Да никак. Когда вы строите ядерную бомбу или термоядерную ракету, то она у вас появляется вот тут, как ресурс. И, в общем-то, считается, что она находится на всех ваших подводных лодках, или самолетах сразу, или пусковых шахтах. То есть вы ее можете запустить откуда угодно абсолютно, со всех мест. Она не может быть уничтожена. Если вы запускаете самолетом, то самолет может быть сбит средствами ПВО, но сама ракета как бы останется. Вы ее сможете еще раз запускать. Тоже касается и остальных юнитов. То есть она, так сказать, в суперпозиции находится сразу везде, и при этом нигде. Она как ресурс. От чего зависит успех шпионской операции? Почему иногда их могут поймать, а иногда и убить? Когда он приходит в город, у вас вот выбор есть. И тут, собственно, пишется вот этими цифрами вероятность успеха шпионской операции. В специализированных районах она не может быть больше 90% никак. В центре города она 100%. Но, правда, вы просто что-то себе улучшаете или увеличиваете именно шпиону, а не получаете какие-то знания. Но так как это фераксис, то даже 90%, как вы понимаете, не страхует вашего шпиона от того, чтобы его поймали. Это успех операции. А вот что с ним произойдет дальше вообще зависит от рандома. Конечно, могут быть прокачки, которые снижают, вот, например, вероятность побега плюс 4 уровень в случае поимки. То есть что происходит со шпионом? Вот это вероятность поймают его или нет? Вот это только вероятность поймают его или нет? Дальше вступает вероятность того, что с ним произойдет при поимке. Более того, здесь еще может быть просто, что он не выполнит операцию. То есть он не смог украдить технологию, но его не поймали. Тогда у нас остается просто в городе, и вы заново можете продолжить. Если его поймали, то у него, ну, как бы поймали за операцию, то у него есть шанс побега. Вы выбираете, как бежать. То есть у вас есть, в зависимости от того, есть ли в городе аэропорт, он сможет на самолете улететь. Если есть порт, то он может уплыть на лодке. Также есть возможность уехать на машине и пешком. Каждая из этих операций показывает, сколько ходов он будет к вам возвращаться, но при этом и повышается вероятность поимки. На самолете один ход он будет возвращаться в ваш город, а пешком четыре хода. Но при этом вероятность поимки, если он будет улететь на самолете, выше, чем если он будет уходить пешком. Собственно, вот от этого и зависит. Более того, есть еще вероятность, что он проведет операцию, но при этом убежит. Тогда он, вернувшись в ваш город, получит уровень, и вы сможете его прокачать. Ну и, конечно, успешность шпиона показывает его уровень. Чем выше уровень, тем более он успешен. Правда, соперники тоже могут делать контрразведку, например, посадить своего шпиона, например, в театральную площадь, и он, как и работает в радиусе одной клетки вокруг на все районы, и будет мешать вашему шпиону. Это снизит вероятность проведения шпионской операции для вас. Можно ли с помощью форта или какой другой постройки переместить морской юнит с одного гекса на другой, как это было в четвертой циве? Я не очень понял вопрос, не очень помню, как там можно было с помощью форта, чтобы перемещать, но, наверное, вы имеете в виду каналы. Если вы построите канал, вот он, в данном случае, здесь построен, у Голландии, то с этой клетки на эту клетку вы можете перемещать свои корабли. Самое интересное, что это не будет вам стоить очков перемещения. Более того, каналы можно строить, ну, не все там, по-моему, в двух клетках, но, например, вот так можно было бы построить канал, и отсюда сюда корабли бы мгновенно перемещались. То же самое, кстати, касается и тоннелей для наземных юнитов. У меня тут нету гор, вот здесь можно было бы тоннель, и они тоже мгновенно бы перемещались. Кроме того, эти, правда, мало пользуются, если вы аэропорт построите, то вы сможете перекидывать юниты из одного аэропорта в другой. То есть два аэропорта, например, на двух концах карты, и юниты, таким образом, можно будет перебраться, правда, только наземные. Расскажите подробнее про механику милитаризма. Я про нее подробно рассказывал в отдельном видео, еще до всех аддонов. Она мало изменилась, эта механика милитаризма. Я вас отправляю к этому видео в описании к этому ролику. Есть ссылка там, и в дальнейшем я буду ссылаться на те видео, которые я уже делал. Посмотрите его там, я много и доходчиво объясняю про механику милитаризма. Еще один интересный вопрос. Влияет ли олигархия и карта наследия от олигархии на разведчиков? На самом деле, это все легко проверяется, и если написано что-то, то оно действует действительно. Просто ради интереса я сейчас куплю разведчиков. Но, смотрите, здесь в правительстве написано, все наземные юниты ближнего боя, антикавалерийские и военно-морские юниты, получают плюс 4 к боевой мощи. Разведчик у нас считается кем? Разведывательным юнитом. И хотя он ближнего боя, на него бонус олигархии не действует, да? Как видите, это легко проверяется покупкой разведчика и наведение разведчика на любой другой юнит. Возьмем мечника, который является рукопашным юнитом, и мы видим, что на него бонус от олигархии действует. Еще бонус от олигархии, понятно, на всадников не действует, но при этом действует на триремы и на каравеллы. Карточка олигархии и карточка наследия от олигархии на разведчиков не действует. На этом пока все. Ответы на вопросы получаются очень длинными, вопросов много. Продолжу завтра. Завтра будут ответы на вопросы по стратегии игры. А на этом пока все. Если я в чем-то был не точен, поправляйте меня в комментариях. Если же вы не услышали ответы на свой вопрос по темам юниты в игре и интерфейс в игре, то тоже задавайте под этим видео, постараюсь ответить. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!